А теперь о долгожданном предновогоднем событии в бизнес-центре Тверь прошло открытие выставки первого этапа конкурса «Новогодний герой-2023». Юные художники смогли воплотить на холсте образы новогодних героев. Теперь с экспозицией может ознакомиться каждый. На выставке побывала и наш корреспондент Наталья Федорова. Недавно киноконцертный зал «Панорама» и медиахолдинг «Тверской проспект» подвели первые итоги конкурса детского рисунка «Новогодний герой-2023». Желающих принять в нем участие оказалось очень много и было принято решение разделить работы конкурсантов на две номинации. Ученики художественных школ и студий и просто талантливые ребята без специальной подготовки. Это позволит сделать оценку работы более объективной и уравнять шансы на победу. И сегодня прошел первый этап награждения участников из категории так называемых профессионалов. Выставка просто замечательная и в ней замечательно все от организаторов, от наставников и до исполнителей. Заместитель председателя общественной палаты отмечает, что особо понравилась картина из «Колязин» в ожидании новогоднего чуда, которая идеально подчеркивает характер нынешней выставки. Участница конкурса София Голих признается, что в выборе новогоднего героя никогда не сомневалась и поэтому нарисовала Морозко. Когда услышала новости о конкурсе, поняла сразу, что надо подавать заявку и побеждать. Он постоянно попадался на глаза, там на панораме, там было как раз таки объявление и по радио передавали это и вот так решила принять участие. Как признается жюри конкурса, выбрать из такого множества работ самую лучшую было сложно. Дети это маленькие люди, которые рисуют то, что видят, без политических каких-то нюансов. И ту коллекцию работ, что я увидела, что было мне представлено, это рисунки добрые, радостные, хотя и зимние, но солнечные. Несмотря на то, что прием работ на этот конкурс завершился, в настоящее время с ними работают члены комиссии, проводят их оценку. До праздника Рождества жюри определится с финалистами и лауреатами второго этапа конкурса детских рисунков. А мы обязательно расскажем вам о победителях и покажем их работы. Однако уже сейчас вы можете посмотреть интересующую вас информацию о конкурсе на сайте медиахолдинга «Панорама.Про». Продолжение следует...